Музыка Когда-то воробей жил только в Африке, потом добрался до стран Средиземноморья, познакомился с людьми, и так началось его шествие по миру. Даже когда человек стал заселять Сибирь, воробей последовал за ним. Освоил человек тундру, и вместе с людьми в населенных пунктах очутился воробей. В 1850 году несколько пар воробьев завезли в Америку, и вскоре они прочно обосновались и там. В нашей стране обитают воробьи двух видов – домовой, городской, и полевой, деревенский. Оба вида очень похожи друг на друга, но отличить их все-таки совсем нетрудно. У городского шапочка на темене темно-серая, а у полевого – коричневая. У городского на крыльях одна полоска, а у полевого – две. Городской живет в городах, а полевой предпочитает сельские районы. Оба вида имеют много общего в питании, поведении, образе жизни и издаваемых звуков. Воробьи селятся в колонии по тысяче особей и больше. У этих маленьких птичек, естественно, есть враги – это кошки, белки и ястребы. Лебедей считают символом красоты, чистоты и благородства. Бытует мнение, что пара лебедей соединяются на всю жизнь и не могут жить друг без друга. Кормятся эти птицы на мелководье, так как не имеют нырять. Питаются водными растениями, которые растут в воде или на болоте – насекомыми, личинками, рыбами, рягушками и червями. Лебеди достают пищу, погружая шею в воду, обрываются дно растения и шарят носом по илу. Нос у лебедей, как ситечка, вода вылится, а вся живность останется. Птенцы лебедей начинают плавать и искать пищу, как только появится на свет. Когда лебедята устанут и не могут плыть за мамой, они забираются к ней на спину, чтобы отдохнуть. После того, как птенцам исполнится 9 месяцев, они покидают семью своих родителей. Пантера мельче льва и тигра, однако не менее, а может быть и более опасна, чем эти хищники. Она очень ловка, легко и быстро прячется, причем ей не нужно никаких либо особых убежищ. Густая травка или земляной холмик уже могут ее скрыть. У нее тончайший слух. Она молниеносно сбирается на деревья, переплывает в большие рейки и делает огромные до 12 метров прыжки. Пантера, когда она сытая, не нападет даже на маленького козленка, если тот будет ходить перед носом дикой кошки. Если пантера голодна, она может запросто заходить в деревни и города, потому что совершенно не испытывает страха перед людьми. Она нападает на стада и людей, проникая при этом даже в жилища, заставляя людей постоянно быть на чеку. Издавна люди наблюдали за ласточками и по их полету даже научились определять погоду. Если ласточка летает низко, это к дождю. Почему? Этому есть научное объяснение. Основу рациона ласточек составляют мелкие бабочки, мухи, жуки и стрекозы. Перед дождем в воздухе повышается влажность, а это затроняет полет насекомым. Поэтому они отпускаются ближе к земле. Вслед за ними начинают летать и ласточки. Человеку эти птицы приносят пользу, уничтожая маленьких насекомых, за которыми другие принады не охотят. Например, комаров и мух. Среди крупных наземных млекопитающих второе место по величине занимают носороги. Весят до трех тонн. Живет это животное в Африке и Южной Азии. Водится в открытых степях и местностях, покрытых кустарниками. Кожа у него толстая, почти лишена волос. На передней части морды один или два рога. У черного носорога от двух до пяти. Длина переднего рога может достигать 158 сантиметров. Ноги короткие, трехпалые. Зрение слабое, зато нюх без изъяна. Питается это животное ветками и листвой. А иногда выворачивает корни и поедает клубни и растений. Носорог занесен в Красную книгу.